здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин осенью при обрезке лозы мы всегда стараемся чтобы на будущий год оставить вызревшую лозу ну и определяем самым простейшим способом берем лозу изгибаем ее и если появляется треск значит лоза вызревшая и например это вот так и если вот есть такой треск лозы и естественно если лоза еще принимает такой темно-желтый либо коричневый цвет то мы считаем что лоза вызревшая но в одной из старых них я нашел еще один простой способ как проверить вызревшая лоза либо нет как это делается берется обычный медицинский йод но нужно взять не 5 процентный а 1 процентный я взял 5 процентный медицинский йод который купил в аптеке разбавил его спиртом получилась однопроцентная концентрация а затем нарезал вот такие маленькие одноглазковые череночки и опустил их нижней стороной вот этой стороной в этот йод при вызревании виноградной лозы в ней накапливается крахмал приблизительно точно не помню цифру боюсь ошибиться наверное около 8 10 процентов так вот оказывается если срез лозы поместить в однопроцентный спиртовой раствор йода там не нужно много наливать ну буквально там три миллиметра на донышке и выдержать течение одной минуты а затем дать подсохнуть ну в течение часа может быть двух то после этого по цвету нашего среза можно судить о степени вызревания и для того чтобы проверить так ли это на самом деле я взял одну виноградную лозу и разрезал ее вот на такие фрагменты ну естественно по порядку идет первый второй третий четвертый фрагмент и обратите внимание вот по цвету они практически одинаковы а вот с правой стороны два фрагмента лозы это очень длинная была лоза это два самых последних узла вот перед вами первый самый нижний срез и практически полностью полностью вот эта поверхность темная внутри сердцевина сердцевине нет никаких веществ там ничего не запасается вот поэтому жирующие побеги с очень большой сердцевиной и выбраковываются потому что вот здесь в сердцевине нет ничего здесь нет крахмала видите пустое пятно практически следующий срез ну и практически он тоже полностью темный хотел в некоторых местах есть такие более светлые фрагменты третий срез ну очень похож на предыдущий это перед нами четвертый срез и здесь тоже практически весь срез темный это шестой срез это у нас 11 срез не знаю хорошо вам видно или нет но уже вот по окружности более светлая полоска а вот перед вами 12 срез и смотрите вот здесь уже видно по окружности где-то около миллиметра светлая часть более светлая значит тех местах запасы крахмала гораздо меньше и вот так выглядит уже 13 срез и вот здесь более светлая каемка там где содержание крахмала меньше ну гораздо шире то есть получается что вызревание лозы начинается снизу и поднимается вверх и вот самом верху вот двенадцатый тринадцатый узлы несмотря на то что лоза с виду довольно хорошо вызревшие уже получается что запасы крахмала гораздо меньше если в лозе будет мало крахмала то если мы из нее нарезаем черенки то скорее всего что укоренение будет хуже а вот перед вами еще два фрагмента лозы но это где-то наверное в районе там двадцать четвертого двадцать шестого узла но цвет видите немножко другой он такой более темный даже на ощупь слышно что это древесина как бы немножко сырая но давайте посмотрим что же там с крахмалом а вот так выглядит срез приблизительно там двадцать четвертого двадцать шестого узла и даже вот половина той оставшиеся площади у нас цвет такой светлый то есть получается что у нас крахмала ну практически здесь нет так выглядят и не вызревшие побеги и вот так выглядят и жирующие побеги потому что вот крахмал темная такая полоска только вокруг сердцевины все остальное более светлого цвета а значит крахмала там гораздо меньше а вот перед вами самый верхний узел но это в районе наверно двадцать шестого узла и здесь та же самая картина то есть есть еще вот такой прием как проверить на вызревание нашу лозу как это можно сделать мы просто подходим к нашему кусту винограда выбираем один побег и вот на этом одном побеге можем и проверить содержание крахмала и например вот этот побег у меня я считаю что вызревание очень хорошее хотя вот сейчас присмотрелся вот эти побеги обратите внимание они более красные чем вот эти и соответственно и содержание крахмала в этих вот частях в этих узлах гораздо меньше я вот постарался срезать все эти срезы и поместить их вот в один кадр то можно рассмотреть что вот с левой стороны самая нижняя часть самая вызревшая и дальше постепенно постепенно цвет становится более светлым а значит содержание крахмала уменьшается вот поэтому стараются и не брать верхнюю часть для укоренения а для укоренения черенков как я уже говорил очень важно чтобы было большое содержание крахмала если крахмала мало то такие черенки плохо укореняются вот такой довольно простой способ проверить насколько вызрели ваши черенки а с вами был юрий егрукин до скорой встречи до свидания пока